Ну что ж, а сегодня у нас Таркас со своей серией, я так понимаю, Алиса в стройне чудес. К сожалению, два сорта пива из этой серии мне найти не удалось. Это мышь Соня, насколько я помню, и червонный или бубновый валет. Ну, короче, какой-то красный валет. А 8 сортов найти удалось. И начнем мы сегодня, ну, явно не с пшенички, явно не с апы, ну и не лагера охмеленного довольно-таки. Ну, пшеничку мы опять же убираем и пшеничку. Я так понимаю, там 3-3 и один какой-то сорт, вот этот, вне категории. Потому что 3 пшенички, 3 светлого и 3 охмеленного. Вот из светлого у нас сегодня, чисто светлого пива, только безумный шляпник. Ну, я так понимаю, вот это вот мы оставим вообще напоследок, копченое пиво. Начнем мы как раз с безумного шляпника. Итак, ну что ж, будем надеяться, что открывашку я себе какую-никакую нашел. Хотя, перед этим немножко пришлось попорядиться. Но... Но... Но открыт. Итак, начнем мы сегодня с хорошо охмеленного... Рвултеля. Мне прям нравится. Это охмеление. Я думал, с чего-то не хмелёновый лёгенько начать. Но пока сюда пеяна. Мы найдем состав. Ну, алкоголь здесь 4,2. То есть, пиво довольно-таки лёгкое. Экстрактивность начального сусла 11. Ценник у сегодняшнего всего. Пиво колеблется от 80 рублей до 100 пивов. 50-ти. Не самый бюджетный. Надо отдать должное. Но, всё-таки, от Таркас я ничего плохого не жду. Хотя, два пива, возможно, будут испорченных. К сожалению. Но, об этом мы поговорим, когда будем их пробовать. Потому что, покупал я это всё не в одном магазине. И даже не в двух. Ну, ладно. Состав. Вода. Специально подготовленный соус. Ячменно-светлый соус. Ячменный карамельный хмель. Ну, как я уже сказал. Экстрактивность начального сусла здесь 11. Алкоголь 4,2. Ну, пена здесь стойкая. И пахнет хорошим. Прям. Мне нравится хмель, которым отсюда пахнет. Пена слишком стойкая. Итак, Безумный Шляпник. Как я понимаю, это один из персонажей произведения Алиса «Строение чудес». Не помню, кто его написал. К сожалению. Читал я его в глубоком-глубоком детстве. В классе в пятом. То есть, очень давно. В школьной программе, насколько я помню, тогда его не было. Сейчас не знаю. Но, не суть. Это уже точно не суть. Ладно. Пена у нас будет отстаиваться долго. Магия, как говорится. Ну, пахнут отсюда, так сказать, Жигули 80 от того же Тартос. То есть, хорошим хмелем. Но, как я теперь понимаю по своему восприятию, то, что все-таки это никакой не мозаик, не цитра, ничего подобного. Это именно просто хороший хмель. Ну, если верить, Жигули 80, чешский хороший хмель. Волден Эль. Слегка горьковатая. Хорошо отдающая хмелем. Именно водич, который сопутствуется именно ароматикой хмеля и вкусовыми восприятиями хмеля. А так, это вкусно. Это именно хороший Эль с хорошим охмелением. Да, это не ИПА, не АПА, но это Эль. По вкусовым качествам. И именно, я так понимаю, с хорошим чешским хмелем. Который слегка по ароматике отдает огурцом. Но это лично, на мой взгляд, мне это нравится, оценка. Но сегодня оценки, я так понимаю, все будут хорошие. 17 из 20. Мне это очень нравится. Это прям вкусно. Ну, не будем долго задерживаться на данном вкусном напитке. В прошлый раз я пробовал, мне кажется, он был не настолько вкусен. Но, не сомневаюсь. Переходим дальше. В принципе, я с этого и хотел начать. Но, думал, о хмеленочке такое не будет. Но, к сожалению, точнее, к счастью, она была. Вермонт ИПА, синяя гусеница. Состав. Где у нас состав? Здесь или здесь? Светлая, нефильтрованная, неосветленная. Пастеризованная. Алкоголь 6,6. Сусла. Экстрактивность начального сусла аж целых 17. И бу заявленная 32. У шляпника горечь заявлена не была. Кстати, здесь вместо горечи объем 0,45. У сегодняшних бутылок всех объем 0,45. Но, надо отдать должное о красоте бутылок от Таркаса. Кстати, расскажу сегодня, сейчас. Прямо сейчас. Как я познакомился, в принципе, с пивом Таркас. Но, сначала состав. Вода специально подготовленная. Солд ячменный светлый. Солд пшеничный. Солд ячменный карамельный хмель. Дрожжи пивные. Но, буду пить из большого бокала. Вскрывание бутылок. Синяя гусеница. Ценник у нее, кстати, это самое дорогое пиво на сегодня. Ценник у нее 147 рублей. Я это хорошо запомнил. Но, для вермонт пипы, это ценник очень бюджетный. Это, это оно. Это то, что я пил уже несколько раз. То, что мне нравится у Таркаса. Я не знаю, что мне нравится у них больше. Ящерка биль или именно это пиво. Но, сейчас и сравним. И, следующий у нас будет ящерка биль. Чтобы уж наверняка... Но, это самое крепкое. 6,6 алкоголя. Очень хмелевой, приятный аромат. Пахнет ипой, по большому счету. Хороший такой ипой. Ну, кто не пробовал ни разу вермонт пипу, тем стоит попробовать. Это, как говорится, немножко джуси. Именно так, отдающий немного в сторону сока. Причем, непонятно какого. И тут, после того, как вам сладость сока и вкус сока приходит... Ну, это вермонт. Это просто... Это... Так и должен ощущаться вермонт. К вам приходит легкая горечь. За свои деньги вот данный напиток... Он очень пипкий. Выпить его вы сможете буквально за несколько лотков, при желании. Но этого делать я сегодня не буду, потому что к концу выпуска тогда я буду уже спать, в прямом смысле этого слова. Но хочется. Итак, история моего знака... А, оценка. Оценка за эти деньги. Эта бутылка. 147 рублей. 0,45. Вкусный вермонт. 19. 19. Можете закидать меня чем угодно, но это очень вкусно. Итак, как началось мое знакомство, в принципе, с Таркас, с такой пивоварней? Началось мое знакомство с ними уже примерно лет 6, если не больше, если не 7 назад. Давно. Ну, может, 5 лет назад. Ну, не меньше 5 лет назад, по моим восприятиям, это произошло. Как раз в тот момент я попробовал не присутствующий сегодня червонный валет и... что там? А! Их воробей. И кажется, еще был там чеширский кот, но могу ошибаться. Я так понимаю, в тот момент самая главная линейка у них была как раз Алиса. И это все мне... А крафтовый пиво в тот момент я уже пробовал. Мне это все очень сильно не понравилось. Это было дефектно, невкусно, отвратительно. И с тех пор до последнего времени, то есть до того, как я завел канал Таркас, я не пробовал ни разу. К своему глубочайшему сожалению. Теперь понимаю то, что зря. Они проделали большой путь. Надо отдать данный пивовар не должное. С дефектного, неправильного пива до пива, которое хочется продолжать пить от клавка к клавку. Но мы сразу перейдем. Хочется допить, но не буду. К ящерке Биль. Я расскажу, почему ящерка Биль и еще Белка Летяга могут быть сегодня не испорчены. Потому что купил я их в магазине, конечно, и взял я их из холодильника, но одно маленькое но. Когда я их брал из холодильника, они почему-то были горячие. Холодильник в данном магазине сломался и не охлаждал пиво, а грел. Такое тоже бывает. То есть, помимо этого, еще вот это пиво опашечка. Тоже вкусное, кстати. Может быть, сегодня испорчено. Итак, сейчас будет в принципе, наверное, мое самое любимое пиво от Таркас. Ну, в принципе, по ароматике это все так же вкусно. Осталось выяснить, что будет по вкусу. Пока пена оседает. Итак, экстрактивность начального сусла здесь 14, алкоголь 5,5. Это у нас Hopweizen, то есть охмеленная пшеничка, которую я в принципе периодически это одно из, наверное, максимум в 5 сортов пива входит, в который я периодически беру просто выпить пиво не ради съемки на камеру. Это я щавкобиль. То есть, когда я буду делать топ любимых сортов из масс-маркета, там вот это пиво точно будет. Ценник у него колеблется от 85 до 83. Итак, алкоголь и экстрактивность я уже сказал. Состав вода специально подготовленный, соут пшеничный светлый, соут ячменный светлый, соут карамельный, хмель, дрожжи, пивные. Ну, состав опять же лаконичный, цвет хороший, аромат. пшеничка и хмель, когда они очень между собой переплетаются, вы получаете аромат ящерки бель. Я тут, когда пил, Салдон сказал, что их охмеленная пшеничка лучше, чем и таркс ящерка бель. Но, 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 есть несколько маленьких но. если их пшеничка стоит 200 рублей, даже больше 200 рублей, то это стоит меньше 100. И вот за свои 80 рублей эта пшеничка окупается полностью. То есть ароматика, вот эта переплетенность пшени, в аромате вы чувствуете пшеничку и очень хорошая хмель. Когда вы делаете глоток, вот я даже не знаю, что из этого вкуснее. Ну, это более охмеленная, явно, это прям хмелевую сторону, это вот джуси, но и это. Я поставил 18 в прошлый раз, когда делал видео про ящерку бель, но оставим, пусть будет до сих пор 18. Мне здесь не хватает, если бы здесь была еще небольшая кислинка, вот чуть сильнее, чем есть она в данный момент в этом пире, это было бы прям вот 19-20. Но так это оставим 18. Да, по моим личным восприятиям нравится, оно мне немножко больше из-за того, что было перед этим. Ну, это, опять же, мое личное мнение, но по стилистике небольшая кислинка, чуть-чуть покислее, вот именно такая пшеничная кислинка, это было бы верх желания. Нет, не испортилось. От температуры оно не испортилось. Это до сих пор очень вкусно, сытно и обильно. Ну, оценка, как я уже сказал, 18. А мы, наверное, сделаем еще пару платочков. Но если вы имеете возможность купить ящерку биль, до сих пор этого не сделали и не попробовали, тогда вы меня не поймете. Но, как я уже сказал, это вот в топ 5 моего пива из масс-маркета это пиво входит точно прям 100%. Возможно не на первом месте. Есть как минимум один сорт из масс-маркета, который может посоперничать, но не всегда его возможно купить. В моем городе вот это вот найти легче. Ценник у него плюс-минус одинаковый с тем. Так что как-то так. А мы потихоньку продолжаем. Но не будем далеко уходить от возможно испортившегося пива. и дальше у нас белка летяга с а кстати мы ибу а нет ибу то есть горечь у ящерки биль как у луна. Кстати два пива немножко в другом дизайне в отличном от всего остального видите дизайн остального пива и ящерки биль и безумного шляпника почему это почему это так хрен его знает ну возможно это новый дизайн который они собираются перевести на всем потому что как я понимаю раньше дизайн у них был примерно такой же но могу ошибаться но мы переходим к белочке как бы это странно не звучало вы видели бы чем я сегодня открываю потому что обычную свою открывашку я куда-то отнес да нигде не видно а не открыл а не открыл с первого раза не открыл а со второго даже открываю я ну надеюсь вы видите чем я открываю есть еще одна возможность но ее испытаю до следующей бутылки а пробка улетел куда-то неизвестно ну пиво явно не фильтрованное а пока оседает блин вкусная пена горечь здесь заявлен 30 до сих пор единственное пиво которое было заявлено горечь это была ящерка какая ящерка синяя гусеница это была там была горечь 32 а здесь всего 30 30 ну а пашечка такая немножко травянистая даже в ароматике присутствует немного сладости ой как я завидую людям которые это все ни разу не пробовали и у них есть возможность попробовать это все в первый раз и понять то что масс-маркет а это масс-маркет все-таки может быть вкусным и так комментарий который зачем нам тот таркос который стоит от 80 рублей до 200 ребят если вы в масс-маркете мне найдете ну в принципе да все-таки но есть чем сравнить только с одним сортом который стоит до вас лишнего раза дешевле из масс-маркет но во-первых опять же его хренов нет сравнится он по ароматике это второе по дороговизне пиво между прочим стоит оно в районе насколько я помню 140 рублей но но аромат уже говорит о многом дальше не будем продолжать наливать пока здесь естественно в ароматике легкий травянистый хмель но охмеление настолько яркое настолько мощное да да от волковская опашечка стоит немногим дешевле последний раз когда я ее видел но она последние разы когда я пробовал была явно водянистей можно в принципе собрать всю апу масс-маркет который я смогу найти и попробовать ну естественно если вы этого хотите если вы досмотрели до этого момента пишите в комментариях ну и ставьте лайки нет 120 рублей она стоила горечь легкая горечь небольшая сладость хмель чувствуется бесподобно в этом пиве отсылает вас как белку летягу куда-то в полет образом выражается конечно но это я даже не знаю как вкус описать по сравнению со всем что было раньше но к сожалению охмеленные сорта почему пришлись мне в начало придется немножко подождать прежде чем продолжить а нет там у меня еще есть хворобей ну ладно ну ладно это белка летяжа вкусное пиво с хорошим охмелением апа как у нас указывает производитель в принципе по стилистике это все подходит и очень вкусно подходит оценка блин опять ну 17 18 ну раз мне нравится это все чуть меньше хотя бы больше чем ладно пусть будет 17 но если вы никогда этого не пробовали все-таки попробуйте о бутылочке насколько красивые здесь все-таки бутылочки ну ладно переходим дальше дальше у нас хворобей индиан пэл лагер так давно я пробовал индиан пэл лагер от одной довольно таки известный крафтовый пивоварник где он мне очень сильно не понравился на моем канале насколько я помню хворобей уже встречался но мы сейчас его попробуем еще раз ибу здесь всего 24 то есть наверное все-таки самый низкий из того что мы сегодня пробовали хотя безумный шляпник возможно там пониже ну так же а состав ну начнем с начального сусла 12 алкоголь 4,8 ну кому это интересно многие говорят никому но ни хрена я не буду этого убирать в своих видео состав вода специально подготовленный салт ячменный пивоварник светлый хмель все дрожжи опять упомянуть забыли спил полетел не долетел до предыдущей проиграла крышечка но возможно не проиграет вкус а это у нас давайте зачитаем светлое фильтрованное пастеризованное ну то что светлое видно то что фильтрованное видно ну блин вот не знаю вот здесь вот у меня почему-то возникает аромат молодости моей молодость возможно еще не прошла но этот аромат даже ассоциации возникают ну возможно в то время я просто с хворобей познакомился но ассоциации в моем мозгу возникают тогда это было уже очень давно ну ладно у меня еще не был жена не был детей естественно не был даже знаком со своей супругой охмеление нет в чем-то схоже по охмелению с безумным шляпником по ароматике а в чем-то и даже с белкой летягой ну да ценник примерно тот же что и у белки летяге то есть в районе 120 рублей было удано напитка ароматика если он не будет провальный как у вышеупомянутого напитка который я пробовал не так давно это будет просто прекрасно пеночка да теперь маленький да это дешевле в два раза чем то который я пробовал от крафтовой пиловарной но по вкусу ничуть не уступает нет даже превосходит хотя та пиловарная тоже с того же самого региона из воронежа происходит и тоже делает хорошее пиво но вот с индивным пил лагером они немножко под обосрались что можно сказать по вкусу сначала аромат легкий хмелевой аромат опять же одоленно относящий нас куда-то в луга хотя индия но ближе как раз к пашке все равно как но все же есть какой-то из хмелей который который довольно травянистый цитру цитру сюда скорее всего все-таки добавили может не столь большом объеме как хотели но все-таки добавили в принципе аромат хмелевой просто давайте остановимся на том что кроме хмелей здесь не чувствуется ничего просто какие хмеля вкус горечь сначала идет небольшая кислинка потом легкая горечь потом идет на послевкусие на послевкусие сладость приходит для пива это довольно-таки странно но чего-то и здесь не хватает да это больше 15 баллов однозначно но для меня это все-таки 16 на сегодняшний момент из того что я перепробовал а перепробовал я уже думаю много но надо проверить нет 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 это на мой взгляд все-таки лучше безумного шляпника если пробовать ну все очень охмеленный сейчас будет небольшой у меня перерыв минут на 10 просто и если пробовать это в отдельности нет нет точно нет я просто пытаюсь определить не по оценке а в моем восприятии куда это поставить нет поставлю я этому 16 или 17 16 но на сегодняшний день это с конца на втором месте на втором это у нас идет ну ладно подождите секунду у меня здесь легкие перестановки в моих местах на сегодня а мы с вами увидимся довольно таки для вас скоро для меня с промежутком надо отдохнуть от хмелевых напитков хотел я их оставить под конец но был безумный шляпник ну что ж а дальше у нас кот и кролик вид мир и хэфи вайзен ну короче две пшенички с алкоголем выше у кота и экстрактивностью выше у кота но с горечью выше у кролика давайте начнем с кота алкоголь там чуть чуть выше но все таки все таки все таки почему так просто котик открылся а 5 рублевка открывать еще проще ну просто в этой комнате я у себя 5 рублевка не нашел итак кошара чеширский кот хэфи вайзен ну естественно это у нас пшеничка в лимон есть экстрактивность начального сусла 13 алкоголь 4,9 горечь 12 то есть горечи здесь нет ни хрена состав а нет сначала светлые пшеничные нефильтрованные пшеничные местами слова обменяли уже пшеничные ну ладно это мы уже о белом кролике отдельно поговорим вот это состав вода специально подготовленный сон пшеничный светлый сон ячменный пиловарьный светлый хмель дрожжи пивные где тоже дрожжи указали на нашего котика чеширского ароматика пахнет пшеничкой охренительный пшеничкой пахнет ценник у этого пива если вы берете бутылки опять же бутылки есть она и разливной разливной я его брал мне понравилось хорошая пшеничка нет банан хорошо сброшенная пшеничка хэфи вайзен не водянистая вот единственное что у таркса пшенички не хватает это вот небольшая такая кислинка присутствует хотя нет присутствует да здесь ее не было ну надо сравнивать просто периодически да 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 охренительная пшеничка за свои деньги просто охренительная пшеничка как максимум как максимум скорее вот ну а мы с вами через секунду буквально встретимся белый кролик вайдбер вайдбер если предыдущий у нас было хэфи вайзен то это вайдбер алкоголь на 4.8 экстрактивность начального сусла 12 воре 14 состав состав вода специально подготовленная сал пшеничный соус ячменный светлый хмель дрожжи пивные охренительный и можете меня закидывать санными травами тряпками ты просто не разбираешься в сортах пшенички ароматика просто просто это одна из лучших аромат пшенички который я просто обонял это культ на максималках просто ну культа тоже вайдбер насколько я помню но вайдбер я так понимаю мне нравится больше чем хэфи вайзен но просто аромат пшенички неперебиваемый ничем но так сказать по сравнению с чеширским котом пьё пьё сладит чеширский кот кислинку вот надо блин нет все-таки это все надо подельность сравнивать но по вкусу это просто взрыв мозга мне нравится больше чеширского кота несмотря на то что после того как я сделал заток отсюда и чеширского кота и чеширский кот явно дает именно пшеничную кислинку но вкус ароматика белого кролика как же вам еще раз нет здесь есть кислинка и горечь приятная здесь просто более насыщенный вкус я понял как вам объяснить это по большому счету близко к тому чтобы сказать белый кролик это чеширский кот умноженный в три раза ну опять же лично мой взгляд и по вкусовым восприятиям небольшая перестановочка а дальше у нас будет единственное в принципе в линейке темное пиво последнее копченое брать слиз экстрактивность начального сусла 13 горечь 20 алкоголь 4,9 ну вскрытие покажет вообще кстати ну может стрес это единственное у нас сегодня темное пиво и в принципе единственное в линейке темное пиво цвет ну средне темный не прям по максималке но видели так сказать светлее ну а что нам говорит об этом состав темное фильтрованное пистеризованное алкоголь 4,9 экстрактивность 13 состав вода специально подготовленная соус копченый соус ячменный пивоваренный светлый соус карамельный хмель ну пахнет почти как от портера из бутылки ну честно говоря портеров за это время я перепробовал больше одного не больше двух я пив присутствовал на канале да портер пахнет немного не так более копченый аромат но самое близкое сравнение все-таки портер по ароматическим качествам но алкоголь 4,9 для портера смешно честно говоря но на основной план выходит все равно копчение в ароматике нет не мое просто не мое колбасный сыр из жидкий дым вот хоть треснете это вот на последнее место и все пивоварни минус 2 балла просто вот за эту херню которую вы сделали которая пахнет жидким дымом вот хоть вы треснете вот сюда бахнули жидкого дыма да здесь был жидкий дым пишите его в составе не пишите но жидкий дым здесь был сто процентов это а теперь расставление по местам с конца последнее место естественно как ни странно пред последнее место разница это можно просто в окно выкинуть то что я в предыдущий раз сказал это какой-то там экспириенс что-то там нет это жидкий дым который бахнули в пиво и почему-то сколько тебя бьем 0,05 почему бутылки настолько разные и вопрос к бутылке пока я буду выставлять по мере моего неприятия мне хотелось бы выяснить прикол почему бутылка у лиса в толстой своей части гораздо низко но я думаю это все видно заметно просто заметно так а дата изготовления дата изготовления 4 29 апреля 11 апреля надо же выяснить в чем херня кроется 28 апреля но если я найду хоть одну бутылку позже 29 апреля пошел 26 июля 10 февраль апрель ну по высоте бутылок хотя нет да нет они одинаковые апрель апрель ну в основном у меня конечно апрельское пиво в любом случае до свидания пока